Во дворе гимназии номер 6 припарковались 4 служебные машины Московско-областной пожарно-спасательной службы. Но повода для беспокойства не было. Это спасатели только демонстрировали свои технические возможности и профессиональные навыки. 20 поисково-спасательных отряда номер 20 и номер 29, водно-спасательная станция номер 29 и была пожарная часть номер 268, которая располагается у нас в Поварово. Но на момент показа ее пришлось отпустить ввиду того, что пожар, и данный автомобиль уехал на пожар. Школьники своими глазами увидели работу аварийно-спасательного оборудования, инструменты для разрезания железа и бетона, также и медицинское оборудование. Мне очень понравилось, потому что вот тут вот были спасения человека, то, что вот спасатели МЧС были, они спускались, они хотели спасать человека. Был такой манекен, который там искусственное дыхание делали, чтобы человека спасти. Это, конечно, нужно для всего мира. Больше всего детей впечатлил спуск спасателей с крыши школы. Алексей Карасев, которому не раз приходилось это делать в чрезвычайных ситуациях, продемонстрировал несколько вариантов этой операции. Мне там понравилось, как там железки сгинали, как с крыши съезжали, МЧС, как съезжали. Тут разрублю манекен там все, еще что-то там было. Разрубливали, как палку какую-то сгинали на дубинку. Каждый может стать спасателем. А как ты думаешь, это сложная работа или не очень? Конечно, сложно. Они рискуют своей жизнью, но ради других. Для того, чтобы стать профессиональным спасателем, конечно, надо иметь отменное здоровье, поскольку, так сказать, устойчивую психику, поскольку мы оказываемся в очень экстремальных ситуациях. На счету спасателей огромное количество проведенных поисково-спасательных работ, спасенных жизней и случаев оказания помощи пострадавшим. Цель этого мероприятия – непосредственное ознакомление школьников с такой интересной профессией. Возможно, кто-то из них в будущем пойдет по этой рискованной, но благородной дороге.